Добрый день! Сегодня 25 июня 2024 года. Я читаю продолжение. Оно пришло в воскресенье 23-го. Спасибо большое, дорогая, что не откладывали этот долгий ящик. Здравствуйте, Галина и все девочки, которые с нами. И продолжаем. Я снова пошла на сайты. Возобновила занятие по английскому языку. Было больно от принятого решения, но я была настроена решительно. Найти моего мужчину, который будет в моей жизни рядом со мной, а не только онлайн. Не надо жалеть о тех мужчинах, которые просто украшают свою жизнь нами. Нам нужны те мужчины, которые нашу жизнь будут украшать. Я понимаю, что эмоционально для вас 3-е годы были приятными. Такое хорошее общение, шутки, взаимопонимание, встречи изредка. Но мы-то пошли на сайты не только для того, чтобы комплименты получать, а для того, чтобы знать, что мужчина захотел нас защитить от всех неприятностей в этой жизни. Он взял нас в свою жизнь. Правильное решение. Кто его не принял, пожалуйста, подумайте сейчас. Вот девочка посвятила этому человеку 3 года своей жизни. Если бы она прислушивалась к нашим советам, то ей бы было сейчас проще, потому что 2-3 других человека у нее были бы в запасе. Теперь вижу, что было неправильно. Но, видимо, так было запланировано. И мне это было нужно. Я тоже в таких случаях всегда себе говорю, почему-то так для меня хорошо. Может быть, для того, чтобы мы ценили других мужчин больше, нам даны вот те, которые вроде как идеальны, вроде как наши любимые. Главное не унывать. Да-да-да. Не думать, что ничего не получится и продолжать искать. Надо думать, что все получится максимально быстро. Очень много неприятных и странных мужчин. Пустых, только пообщаться. Но я писала сама, и мне писали, и отвечала, и была уверена, что найду того, кого хочу. Я была на сайте fdating.com. Примерно на третий день пришло то самое сообщение. Мужчина с одной фотографией. Как в паспорте? Да-да-да, они не заборачиваются по поводу фотографии. Написал письмо. Кто он, откуда и так далее. Чуть старше по возрасту, чем я искала. Меньше ростом. И совсем не мой типаж. У меня вот не совсем мой типаж. Люблю, не могу. Но, помня все наставления, смотрим не на внешность, а на отношение к нам. Умница, хорошая ученица. И то, что письмо было написано очень культурно, четко и как-то, не знаю, вежливо и открыто, я ему ответила. Он поляк, но живет в Германии. Был женат и есть двое детей. Он ответил сразу и написал номер телефона, чтобы позвонить на видео. Договорились на вечер после работы. Созвонились. Оказался приятным человеком. Было легко разговаривать. Если я правильно помню, вы польский молодеете. Общались на польском? Да-да-да, вот оно тут. Все рассказал о себе. Было все так просто и легко, но никаких бабочек в животе. Договорились созвониться завтра. И тогда уж он спросил, когда я свободна, чтобы встретиться. Я была удивлена, спросила, уже так быстро. Он как бы в шутку ответил, а что, полгода переписываться будем? После трех лет нерешительных отношений для меня это было ново. У меня подходил отпуск и была виза в Европу. Он предложил выбрать любую страну для встречи. Его здесь началось то, о чем вы говорите, говорит моя подруга. Мужчина настроен решительно и действует. Для меня это было необычно. Когда слышала историю девочек, как они ездят и как им помогают, порой не верилась, что это правда. Может быть потому, что вам не верилось, вам сначала достался такой мужчина, который этого делать не хотел. Ну где же, где такие кандидаты? Одни писарчуки. Ну вот и ко мне вдруг пришел такой мужчина. Я мечтала об Италии. И сказала ему, он спросил, что бы я хотела, море и пляж? Или экскурсии по каким-то местам? На две недели могу ли я поехать? Я ответила, что и то, и другое, и да, смогу. Он планировал маршрут, присылал мне, уточнял, спрашивал, нравится или нет. И отели бронировал, двухкомнатные апартаменты. Какой молодец! Ну наш человек, не надо ничего объяснять. Он тут у нас не послушивает наш канал. Он был такой простой, открытый, что никакого страха не было. Я его уже совсем не знала. И вот примерно дней через 10-12 я еду в Варшаву. Он меня встречает. И потом мы должны лететь в Венецию. Первое впечатление, боже, какой он маленький и полноватенький. В анкете прочитала, что должен быть на 6 сантиметров выше меня. Но в жизни оказалось, что меньше. И с возрастом приврал еще на 4 года, что в итоге вышло на 18 лет меня старше. Правда, выглядит хорошо. И от этого первое впечатление было, ой, и чего там у нее с ушами. У меня тоже такое было впечатление от Петечки. Несмотря на то, что он не скрывал свой возраст, ничего не убавил. Я когда его увидела в аэропорту Рима, я сказала, что Рим хороший город. Он стоит того, чтобы его посмотреть. То есть, если вы этот ролик слушали, вы могли себе точно так же произнести, что Италия хорошая страна. Она стоит того, чтобы 2 недели по ней попутешествовать. И все эти прелести посмотреть. Подошел, заговорили, все хорошо. Сели в машину. Открытый, добротушный, культурный дядечка. Все пошло хорошо. Никаких непристойных предложений, ничего такое. На следующий день улетели в Венецию. И началось наше знакомство. У меня и с ним, и со страной. Мы присматривались и смотрели друг на друга. И вдруг я начинаю понимать, что я не вижу перед собой невысокого, полноватого человека. А есть уверенный, заботливый, обходительный, щедрый мужчина, которому я нравлюсь. Это то, о чем я вам и говорю. Первое впечатление. Оно очень важно, но оно может быть ошибочно. Потому что мы ценим мужчину за то, как он к нам относится. Две недели были прекрасны. Венеция, Флоренция, Пиза, Рим и море. Маршрут он составил идеально. Море впечатлений. Вернулись в Польшу. Он мне предложил поехать еще на пару дней с ним в Германию. Чтобы посмотреть, где и как он живет. У меня отпуск. Я согласилась. Мне было очень комфортно и спокойно с этим человеком. Еще спустя пару дней он предложил мне совместное будущее. Мужчина оказался очень достойным, обеспеченным и с высокой степенью ответственностью. Осенью он приехал за мной и доченькой в Беларусь. Были в ресторане с моими близкими. И там при всех встал на одно колено, подарил кольцо и сделал предложение. Это было так приятно и романтично. Все нам аплодировали. Поздравляю, моя дорогая. И вот я уже 4 месяца, как счастливая жена и женщина, окруженная заботой и вниманием. Мы много путешествуем. Доча ходит в школу. Я обеспечена. И так скажем, застрахована. На месяц свадьбы подарил мне салон красоты. Я парикмахер. Ой, какой молодец. И теперь я могу сказать, что такое бережное отношение и забота рождает любовь. Как же можно ошибаться, когда полагаешься только на внешний вид и первое впечатление. Поэтому мы и говорим. Первое впечатление замечательно. Но выводов никаких не делаем. Даем мужчине себя проявить. Я вот 4 месяца привыкала к своему мужчине. Шикарный, хороший, но все не мой, не мой. А потом стал моим. Что хочу сказать, девочки. Как только видим прекрасное отношение к себе, даем шанс человеку, который, как нам кажется, не мое. Вот два примера уже перед вами есть. Вот она я, уже 4 почти года с этим мужчиной. И вот эта лапочка 4 месяца с этим мужчиной абсолютно спокойна и за настоящее, и за будущее. Потому что наши мужчины все решают за нас. Вот все проблемы сами разводят руками и говорят вам про это думать, девочки, не надо. Вот кто хочет такой же счастливой жизни, не отметайте мужчину, потому что он меньше ростом, чем вы думали, потому что у него больше килограммов, чем хотелось бы вам. Дайте ему шанс стать главным человеком в вашей жизни, который будет вас на руках носить. Даем шанс человеку, который нам кажется не мое. И не заостряем внимание на ненормальных людях. Нет, конечно. Не заостряем, отметаем, 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 следующий, следующий, следующий. Это как секонд-хенд. Ищешь, ищешь. Много ерунды. Но попадаются и брендовые вещи, как и на сайтах. Всем удачи. Будьте уверены, идите вперед, и все получится. А у меня опять счастье. Там было эмоциональное, ожидательное, а теперь спокойное, уверенное и заботливое. И любовь осознанная и тихая. И уверенность в завтрашнем дне. Фото только для вас, Галина. Да, спасибо, дорогая. И она прислала и с подругой, и с дочечкой, и с мужем. И она такая рыжеволосая красавица, какой я была совсем недавно. Шикарнейшая девочка, шикарнейшая. Пожалуйста, не публикуйте фото. Не-не, всегда только с вашего разрешения. Мне кажется, только я публиковала фотографии девочки, которая вышла замуж в Китае. У нее там было несколько свадеб в разных платьях. И она нам разрешила все это опубликовать. Я с мужем, с моей доченькой младшей, и с моей подругой, и ее дочерь. Они приезжали к нам на роспись, как хорошо. И да, с нами в Германию переехала моя обесинская кошечка Эмбер. И путешествует вместе с нами. А вам спасибо за уроки, знания и опыт. Они помогли и мне. Спасибо, дорогая, за то, что вы нам написали письмо. Как я за вас рада. Пусть у вас все счастье продолжается и продолжается и продолжается. И вы открываете в этом мужчине новые и новые черточки. В них очень много всего хорошего. И они не сразу открываются. Время нам показывают. Ой, еще вот этим он обладает. И еще вот этим обладает. Как я за вас рада. Пусть у нас будет побольше счастливых судеб на канале. Девочки, не повторяйте тех ошибок, о которых мы уже неоднократно говорили во многих и многих письмах. Можно пересмотреть какие-то ролики. Особенно счастливые судьбы. Всего доброго. Пока. С вами была Галина Смис. Жду следующую шикарную историю о том, как вы свое счастье нашли. И как вы бережете своего мужчину. С вами был Игорь Негода.